На выходных во Врославе прошел детский фестиваль Brave Kids. На польско-белорусской границе увеличивается количество нелегалов. День турецкой культуры во Врославе. Начало школьного года в Польше. Как четвертая волна коронавируса повлияет на обучение. Последний шанс принять участие в национальной переписи населения в Польше. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нифтюрович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем. С сегодняшнего дня дети вернулись в школу и начали учебу в стационарном режиме, так как это было до пандемии. Учебный год продлится до 24 июня 2022 года. В рамках совместной деятельности Министерства образования и науки и Государственного агентства стратегических резервов в школах и других учреждениях образования принимаются все меры безопасности. Устанавливаются и закупаются термометры, перчатки, маски и дезинфицирующие средства. Образовательный процесс будет организован таким образом, чтобы многие занятия проходили по возможности на свежем воздухе, а помещения для лекций постоянно проветривались. Накануне начала учебного года в прошлую пятницу министр образования Польши провел конференцию, на которой рассказал о новых обучающих программах и проектах, доступных для школьников в этом году, о вакцинации детей в возрасте от 12 лет, которая, к слову, не является обязательной, а также о дополнительных мерах безопасности, разработанных на время нового учебного года. Готовность учреждений образования Польши к началу стационарного обучения во время пандемии планируют также проверить президент страны Анджей Дуда. До конца национальной переписи населения осталось совсем немного времени. В конце сентября завершается пересчет населения. Чтобы мобилизировать участие, во Врославе также запустили специальные списобусы. По численности списанных лиц город занимает второе место в Польше с результатом почти 54%. Опережает на полпроцента только Варшава. Напоминаем, что национальная перепись обязательно даже для иностранцев, проживающих в Польше. Принять участие можно на странице спис.gov.pl или в специализированных пунктах. Национальная перепись населения предназначена для сбора определенного диапазона данных, которые позволяют узнать демографическую ситуацию в стране. Отказ от участия приводит к наложению штрафа до 5000 зл. А предоставление недостоверной информации грозит лишением свободы на срок до двух лет. Врослав в эти выходные превратился в одну большую сцену для детей и подростков. И это благодаря Brave Kids – необычному учебно-художественному проекту, в котором встречаются детские художественные группы со всего мира. В субботу была представлена гигантская движущая скульптура в виде рыбы, сделанная из пластиковых бутылок, которая была создана во время двухнедельных семинаров под названием «Пластик нот фантастик». Были выступления творческих групп со всей Польши и Европы, например, таких как Женский духовой оркестр из города Жешув. В этом году удалось вернуться к традиционной формуле фестиваля. В Польшу приехали дети и молодежь из разных стран. Это 35 человек из Грузии, Испании, Германии, Словакии, Аргентины, Чехии и Эстонии. Грандиозный финал 12 фестиваля Brave Kids состоится 5 сентября в концертном зале Польского радио во время совместного выступления. Польские пограничники сообщили о росте количества попыток нелегально попасть в страну с территории Беларуси. По словам пресс-секретаря Анны Михальской, среди задержанных 14 граждан Сирии, 5 выходцы из Сомали, о происхождении остальных еще выясняют. Мигрантов поместили под стражу в специальные центры под управлением пограничной службы. С начала августа Польша зафиксировала более 3000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Из них 950 человек задержали. В центрах содержания нелегальных мигрантов сейчас находится около 1000 человек. В эти выходные сотрудники пограничной службы Польши задержали группу из 13 человек, 12 поляков и одного нидерландца, пытавшихся разрушить заграждение на польско-белорусской границе. Министр внутренних дел Польши Марьюш Каминский назвал ситуацию абсолютно недопустимой и заявил, что будет реагировать на подобные действия с полной решимостью. Ассоциация турецкой культуры и языка организовала необычное событие на последних выходных лета. 28 августа прошел Турецкий день во Вроцлаве. Собралось около 100 представителей турецкой культуры, проживающих в столице Нижней Силезии. Однако среди участников можно было встретить поляков, грузинов и белорусов. Гостей ожидало много развлечений, а именно национальные танцы, свадьбы в турецких традициях, концерт, воздушный парк для детей. Конечно же не обошлось и без традиционной кухни. Был приготовлен настоящий турецкий кебаб из сладости. Также была организована ярмарка, где каждый мог что-то найти для себя. Напомним, в прошлом году во Вроцлаве открылся Центр турецкой культуры. А теперь к другим новостям. В ближайшее время правительство Польши рассмотрит законопроект об ужесточении требований к иностранцам, которые просят в республике статус беженца. Премьер-министр страны сообщил, что такая необходимость вызвана миграционным кризисом на границе с Беларусью. Первой леди в Польше будут давать пенсию. Впервые с 1990 года жене президента Польши будет начисляться пенсия. Соответствующие поправки в законодательстве одобрил парламент страны. Пограничники в Польше задержали гражданина Украины, который, подавая заявление на визу, использовал поддельный документ. Человек использовал поддельное удостоверение внесения записи в реестр заявлений на сезонную работу. Иностранец понесет ответственность за использование поддельного документа. Выдача визы отменена. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!